Всем привет! Это новые веселые картинки. Сегодня у нас в гостях Василий Кармазин, прошу любить и жаловать, супер иллюстратор из полиграфа, который делает вещи. У нас сегодня необычный выпуск. Мы сегодня рисуем на дощечках американского производства. Будем рисовать друг друга, веселиться и балдеть. Вот, так что, как говорят на ютубе, погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня такой романтик получается. Ты умеешь просто схватить, правильно, натуру. Ты мелтишь? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, конечно, хорошо, что ты на себе кучу всего навешал, всяких атрибутов. То, что нужно любого урода нарисовать, потом сверху очки, усы. Не будет похуже. Пишите в комментариях, насколько важно иметь кепку, очки и усы для того, чтобы сделать узнаваемый портрет. Родинка раз. Родинка два. Родинка три. О, родинка четыре. Вот еще одна. Ты пальцы рабочих не считай только. В портрете, да. Напишите в комментариях, кто из вас еще рисует на дощечке. мы узнаем сколько у нас людей которые любят бездушное рисование без души пишите в комментариях считаете ли вы что digital art это рисование без души ну как прожить без запаха white спирита действительно да художники которые рисуют на компьютере они просто не умеют рисовать на компьютере не умеют писать маслом не знают секрет старых мастеров неудачники прикрываются просто всеми этими масонскими гаджетами кого ты хочешь удивить американцев туда хочешь свалить давай скачать у тебя дорога тебя тут никто не ждет тресковская галерея не принимает джипеги ветку монастырского значит забанили все типа вот тресковская галерея купил ветку монастырского как они могут вот великий иванов а через 10 лет тресковская галерея купит джипеги художника василия кармазина и все такие что за пиздец причем перед пережатые сразу плохом качестве но потом новый стиль в искусстве появится что именно плохие файлы потому что там артефакты как раз в них будут и это тип как задние швейлы как выночная фотография ну Продолжение следует... Вася, расскажи нашим подписчикам... Твоим подписчикам? Моим подписчикам, хорошо. Не надо. Кто такой иллюстратор? Ну, помимо того, что иллюстратор — это тот, кто иллюстрирует текст. Какие еще критерии у иллюстратора? Как его в толпе увидеть? Во-первых, красные глаза. Не знаю, мне кажется, что иллюстратор от станкового художника, он отличается только наличием изначального материала, типа заказа. Типа ты не сам решаешь, что делать, а тебе заказывают, говорят, нужно нарисовать это. Или есть текст книги, который нужно проиллюстрировать. То есть есть некий материал, на котором ты основываешься. А все остальное как-то, ну, мне кажется, может быть... Ну, все остальное идентично для художника и иллюстратора. На художника тоже могут сказать, что ты должен нарисовать вот это. Ну, сейчас такого, конечно, практически нет, потому что нахрен никому не нужен портрет на заказ. Или какие-то картины. То есть, по сути дела, разница практически нет. Ты считаешь, какая разница? Я вот, если честно, не могу эту разницу увидеть, потому что такой, ну, для меня иллюстратор и художник – это один и тот же человек, может быть. Просто, если мы говорим про ремесленную составляющую, то понятно, что имеется в виду не тот художник, который, типа, я говорю по своем языке, я вот что-то хочу донести людям. Но ты же тоже рисуешь свои картинки какие-то. Нет, если мы говорим про ремесленную составляющую, то, конечно, там еще добавляется, типа, сделайте в этом стиле, нам нужно похоже на это. Нам нужны какие-то цвета, уже есть часто палетка, в которую нужно внедриться. Нужно, чтобы картинка взаимодействовала с окружением, если таковое есть. Если это сайт, то, значит, она хорошо, чтобы хорошо вставала на сайт. Если это книга, то, чтобы она сочеталась отлично с текстом. Конечно, хорошо бы, чтобы и текст, и картинку делал один человек. Но это в идеале. Да, но в нашей бюрократии это как бы невозможно. Ну хорошо, вот твои картинки в инстаграме. Вот, Вася, инстаграм, кстати, можно заценить. Это иллюстрации или это арт? Ну, я не знаю, я вижу так, что это могло бы висеться там с твоими работами на одной выставке спокойно. Там какая-то очень грань, которая... Ну, всем же нужно себя определить правильно, всем нужно сказать, я тракторист. И все. Ты часто ласиком пользуешься, когда рисуешь? На планшете? Да. На планшете я чаще просто делаю новый слой и заново все перерисовываю. Ластиком почти не пользуюсь. В жизни очень часто я вообще очень неуверенно рисую. Ну, типа, чтобы я не провожу сразу линию, я делаю там раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять линий. И я думаю, что я с этим смеялся просто. Это как бы не лечится. Теперь так нужно жить просто. Ну, мне вот нравится эта история, как, например, у того же самого Матисса, да? Ты видишь сначала, что это, типа, линия как бы неправильна, можно было по-другому, но ты понимаешь, что она сделана живо, быстро. И она вот именно прекрасна вот в этом как бы несовершенстве, но это придает очень живость. Ну, мне просто, у меня другой характер. Мне нужно, вот, типа, чтобы работа занимала много времени. Мне так кажется только, что я сделал все хорошо. Ну, я, в общем, в довольном только в этом случае. Если что сделал быстро, даже если хорошо, я такой, тупо, может быть, здесь еще добавить. Ну, я поэтому линогравюры занимаюсь, потому что я, типа... Типа труд. Ну, в том числе. Ну, да, потому что ты сделал картинку вначале, эскиз, потом там где-то там штрихи пометил, в какую сторону они не идут. Потом начинаешь вырезать, и уже по ходу того, как ты вырезаешь ее, ты начинаешь снестить туда коррективы какие-то. Делать более идеальные где-то линии, где-то более, наоборот, шершавые. Ритм менять или добавлять что-то. И получается, что работа... Ну, я, в общем, быстро иллюстрации сами по себе. Так, получается, что работа занимает много времени. И я оставляюсь удовлетворенным. Так, ну, с эскизами я закончил. Вообще, очень непривычно с натурой рисовать на планшете. Ты вообще рисовал когда-нибудь с натурой? С натурой когда-то, ну, пробовал. Но на планшете никогда. Ну, не наброски в телефоне. Так, чтобы какую-то прямо... Ну, как мы сейчас делаем полновесную работу. То есть это для тебя тоже новый опыт. Ну, вообще, да, когда ты рисуешь, это очень увлекательный процесс. И кажется, что как будто бы есть какая-то, типа, динамика какая-то есть. На видео все как бы просто... У меня есть вообще завязь к сложившемуся рынку заграничному. Я так смотрю, там, типа, люди продают гравюры, там, типа, за 200 фунтов. Вот у нас, там, я как бы их не продаю. Но я знаю, что в целом цена где-то около полутора косарей максимум. Ну, типа, так, пап-хаб хороший, потом рублей 500, что-то такое. Вот, это, как бы, ребята, на которых я подписан за границей. Они, как бы, у них есть мастерская большая, станки разные, краски много. И они, как бы, нигде не работают, кроме... Кроме... Просто придут картинки. Нонсенс. Ну, это, на самом деле, должно стоить, ну, дешевле сильно, чем картины. Ну, понятно. Потому что это тиражная техника. Да, это понятно, да. Вот, если, конечно, еще, как бы, человек, занимающийся гравюрой, честный, он еще, как бы, сделает тираж и уничтожит свою, как бы, доску. Угу. Не станет ее втирать дальше всем. Ну, типа, я один раз пошел на какой-то магазин, типа, российский, с гравюрой. И там, значит, продают... Ах, кого ж там продавали? Ну, неважно, короче, продают больших художников. Ну, там нет ни подписи, ничего. То есть, видно, что люди нашли доски, отпечатали и загнали заново. Вася, в чем дело? И тут, чтобы красивая форма была, я, ну, слегка, скажем так, преувеличивал второй подбородок. И теперь меня смешит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот это идея! Может быть, мне стать графиком? Типа, маленьким графом? Мормально. Купите пару гектар земли, да? Построить себе замок из дождя. Ну, я смотрю так. Мне кажется, я только сейчас стал понимать, что графика, ну, вот, насколько соотношение черного и белого важно, и всякие разные ритмы. Потому что я в итоге решил сейчас усложнить, и все лицо на свету тоже заштриховал. И теперь начал набирать волосы, и волосы прикольно стали смотреться именно как-то графично, что ли. Пишите в комментариях, хотели бы вы учиться у Василия Кармазина иллюстрации и основам васизма. Получится, что у меня будет работа более графичная, чем у тебя, а у тебя будет более живописная? Ну, я, кстати, живописью вообще не... я не умею с цветом работать. Я очень хотел научиться. Я пытаюсь. В основном я типа такой, два цвета. О, класс. Или один цвет. О, красивый. С черным его. Сейчас его с черным сделаем вместе. Ну, ты мыслишь просто как график. Ну, нормально, че. Ну, блин, да я даже когда учился в институте, я делал живописную работу. Ну, ты же учился в графическом институте. Ну, да, ну, в общем, все цвета, которые, как бы, которые мне, ну, цветовосочетания на работе, которые мне нравились, они как бы были случайные. Типа, я только поставил, о, это неплохо. А ты что, хочешь все контролировать в работе? Да, я контрол-фрик. Потому что я как раз... Вообще, тут видно на записи. Я сделал эскиз очень, ну, в смысле, я очень долго делал эскиз. Я сразу на нем, типа, раскидал, ну, представил, как будет выглядеть работа в конце. То есть, мне очень, не то что страшно, неуютно. И, в общем, получается в итоге не особо классно, если я начинаю, типа, ну, если я не вижу в начале работы над работой, как она получится в итоге? Ну, это нормально, ну, делать эскизы перед работой, ну, просто, есть же разные методики. Просто, даже когда ты делаешь эскиз, я вот и ученикам своим говорю, да, у меня есть ученики, я преподаю. Я их не вижу. То, что элемент случайности очень классно, когда это появляется. То есть, у тебя есть система определенная, под которой ты работаешь, но все контролировать невозможно. Так, может быть, попробуем цвет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 За то, что пришел Подписывайтесь на его инстаграм Вот его инстаграм Вот мой инстаграм И слава роду славянскому И слава майкопу Да? Да Отлично Все, записали? Нормально? Окей, хорошо Субтитры сделал DimaTorzok